Я передаю управление беспилотной системе и могу покинуть машину. Больше пяти лет понадобилось Андрею и его коллегам, чтобы научить эту машину не только красить с высокой точностью, но и самостоятельно ехать. Такую же амбициозную задачу ставили перед собой инженеры из США, Германии и Южной Кореи. Но их разработки так и остались на бумаге. Этот агрегат работает автономно. Специальный лазер считывает положение предварительной разметки, передает информацию на бортовой компьютер, после чего электромотор автоматически поворачивает рулевое колесо, тем самым направляя машину по заданному маршруту. Все ключевые узлы, программы и дизайн ноу-хау разрабатывали отечественные ученые и конструкторы. С удовольствием могу сказать, что это абсолютно белорусская машина. Делали только белорусские руки, белорусские головы придумывали. Поэтому и программное обеспечение, и исполнение, и сама идея, все относится к нашей компании и делалось только здесь. На достигнутом специалисты останавливаться не собираются. Вскоре оптические анализаторы заменяют на современные спутниковые системы. Появится широкий спектр покрасочных материалов. Эта машина может модернизироваться. Она может быть для нанесения краской, для нанесения горячим пластиком и для нанесения спрей-пластиком. В данной машине используется лазерный сканер. Сканер, кстати, белорусского производства. В перспективе мы предполагаем установить здесь высокоточные GPS и GLONASS приемники. Первопричиной создания беспилотника для дорожной разметки было избежать высокой травмоопасности. На оживленных трассах по всему миру ежегодно гибнут операторы покрасочных машин. Первое испытание белорусский прототип прошел успешно и вызвал немалый интерес у дорожников других государств. Абсолютный ноу-хау. В мире подобных машин нет. У нас большое количество предложений от западных покупателей. Сможем предлагать ее в Польшу, в Чехию, Венгрию, Соединенные Штаты Америки, Франция, Канада. Вот эти страны, которые уже сегодня высказали свое желание работать на этой технике. В течение этого года выпуск новинки планируют довести до серийного производства. А значит, скоро первая в мире беспилотная машина для нанесения разметки появится не только на белорусских дорогах. Владимир Новиков, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брест.